Выход на конкурентов и копирование их после анализа. Да, я скрываю, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Это классика. Если вы копнете чуть-чуть, ну, я это осознал лет пять назад. Я открываю интернет-магазин и понимаю, что это уже есть. Я открываю сервис, это уже есть. Я открываю канал на ютубе на русском языке и понимаю, что это такой же канал на английском языке. Просто какая-то копия его. То есть на английском языке выходит видео и через ровно через два дня это же видео, вот это видео, переведенное на русский язык на канале русском. Вообще люди не заборачиваются. И русские, русскоязычная аудитория, она плохо учит английский язык и поэтому смотрит русский язык. Посмотрите TED. Огромная масса каналов делают TED на русском языке, они переводят TED, ничего они не делают. И нормально они заходят и называют себя «Я бизнес-канал номер один». О чем бизнес-канал? Что он такого сделал в бизнес-канале, там, в этом формате, да? Ну, чтобы вы понимали, когда вы начинаете… У вас есть идея, находите конкурентов. Помните, что конкуренты – это те, кого смотрят вместо вас. Допустим, вы решили, условно, где наши капкейки. Вот это наши капкейки, да? То есть есть видео «Чем маффин отличается от капкейка» и вы решили сделать там канал про капкейки свои, там, да, про кексы. Забиваете слово «Чем маффин отличается от капкейка» смотрите кто в ютубе по этому запросу. Это ваши конкуренты и начинаете анализировать. И когда вы понимаете, что там все хорошо, тема стрельнула, начинайте копировать их, но в своем формате. Все. Так это работает, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok